Если у сборной России по мотоболу еще можно выиграть, значит этот вид спорта будет развиваться. Так что никаких обвинений в адрес серебряных медалистов чемпионата Европы. Так думают все, в том числе и руководители городской администрации. Смотрите репортаж с приемом мотоболистов главой городского поселения «Видное». Приветствие на французском звучит очень просто. Бонжур. А вопрос этот был задан не случайно. Глава городского поселения во вторник днем принимал мотобольную команду, которая не так давно вернулась из Франции. Именно там проходил чемпионат Европы по мотоболу. Для тех, кто не в курсе, напомню, что мотоболисты после достаточно сложной борьбы вернулись с этого турнира с серебряными медалями, что непривычно, так как мы давно привыкли к победам сборной команды России. Последний раз вторую ступень педестала почета команда занимала в далеком 2005 году. Главный тренер сборной Валерий Нефантьев во время приема честно рассказал, что именно в это утро в команде происходил разбор полетов и анализ произошедшего финального проигрыша. Наоборот, делал серьезную накачку, потому что мы привыкли. Россия из 28 чемпионатов мы на одном не были, а в 21 выиграли. Поэтому 6 раз проиграли. Поэтому настроение травмное. Безусловно, между собой спортсмены должны были обсудить результат чемпионата Европы. Но болельщики ни в коем случае не обвиняют их, а наоборот пытаются приободрить. В том числе и глава города. Улыбайтесь. Спорт – это дело такое. Даже этот, как его, Денис у нас, Денис, как этот, боксер-то? Лебедев. Лебедев. Все приехали, а ничего не получилось. То, что вы заняли второе место, это огромная большая победа. И не понимать это просто нельзя, потому что это спорт. Игра за рубежом для нашей страны – очень сложное, непростое дело. Абсолютная правда в этих словах. Второе место в 2013 году. И первое во все остальные годы – это огромная работа. Поэтому в преддверии празднования Дня города было принято решение наградить ведущих спортсменов, тренеров и руководителей спортклуба «Металлург» знаком главы за заслуги перед городским поселением «Видное». Сергей Троицкий также обратился к команде и предложил на День города провести зрелищный матч для того, чтобы порадовать жителей. Спортсмены идею поддержали. И, может быть, 1 сентября мы опять увидим победу наших мотоболистов. Елена Бабина и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.